всем привет снова рад вас приветствовать на своем канале мир мистики как видите здесь стройка не совсем мистика но можно сказать и мистика вот раз мы остановились на штукатурке откосов и этой стены все красиво высохло нужно будет сегодня чуть-чуть подтянуть потом прихожую в коридоре здесь мы продолжаем штукатурить по маячкам выставили уголки 90 градусов один и второй угол вы смотрите какой слой будет вверху добиваемся плоскости и уровня соответственно сегодня будем штукатурить эту колонну вот эту стенку эта стенка будет по плоскости потом вот у нас комната здесь уже идет полная полный процесс подготовки под обои на данный момент два раза зашпаклевали стены сегодня и будет зачистка идет зачистка и будет грунтовка здесь будет обои позавчера приезжали установщики замерщики дверей замерили все двери во все комнаты санузлы не знаю сколько они будут их делать обычно на это уходят пару недель двери все под заказ у нас вчера не поставили катик это не час выпрашивают но я ничем помочь их не могу нету как дела нормально все ну ладно ну что он привезу чем-нибудь потом пока вот так обстоят наши дела подвезли нам вчера еще штукатурку вот мы штукатурим по маячкам цементно-песчаной штукатуркой а именно тайфун люкс оптимальный вариант и по плоскости вытягиваем гипсовой штукатуркой ротбанд ну а шпаклюем мы поиски шпаклевкой ст 10 старт пресс-финиш начали штукатурить стенку по плоскости но это такая основная стена которая оставала оставляли на потом ее получается три стены будет по маячкам и вот эта стена будет по плоскости у нее здесь откладение посмотрим какое вот видите не так уже много но немало сантиметра на 2 сантиметра 2 ну и потом эту колонну дотянули ну не до конца потому что там в конце слой большой слой придется за два подхода набросали первый слой он подсохнет и потом затянем вторым слоем здесь процесс идет полным ходом оно видно как бы стена не полностью высохла сто процентов но зачищать ее можно влажность увеличена квартире открывали окна сейчас а так на улице погода была дождливая часто вроде более-менее солнце потеплело вообще эта штукатурка сама по себе эластичный и пластичный материал и наверно могут штукатурить даже начинающие сейчас я вам покажу как я это делаю сейчас сложного в этом нет смотрите я на стенку наношу слой штукатурки намазываю или набрасываю потом чуть-чуть разравниваю это шпателем и беру провила все лишнее снимаете и выбрасываете и так всю стенку потом когда первый слой подсохнет выберете второй слой еще можно внизу подтянуть вверху если там будет и вторым слоем окончательно выводите идеальную поверхность как видите ничего сложного здесь нету хочу показать как я набрасываю штукатурку вот на стенку берут вот у меня есть посудина для замеса беру обычный шпателем и вот такими лепешками это все набрасывается но если подучиться чуть-чуть она прилипает к стене нужно делать это не резко не сильно плавно не напрягаясь но как видите она прилипает к стене очень даже неплохо вот когда я нанес такие лепешки просто-напросто я беру шпателем я беру такой шпателем и разравниваю по стене сглаживаю это особо выводить не нужно здесь просто чтобы была какая-то плоскость более-менее у нас получается в центре стены самая яма самый прогиб вот на него уйдет больше всего штукатурки ну и потом беру правила и просто опять же стягиваю стянули где ямки остались можно будет опять добросать и опять же повторно стянусь привет нет все они без еды остались чего они не оставила ничего а там же вроде два пакета ствола 3 кормить ну и пакета даже нету никого а я когда в тот день тебе ну когда ты вчера там занимался а вчера было да ну ты решишь я там ну не получается не приеду я думал коты бля без еды ты досталась наверно блецоваде не она же здесь была она была а не звонила и спрашивала что у тебя нету не звонил ни разу где не могу сделать 15 класса могу сделать когда когда 30 понимаешь 15 не а в среднем сколько ну в среднем пускай будет ну пускай квадратов 15-16 ну потому что я в среднем делаю квадратов 10 ну 10-12 максимум ну ясно для меня это как бы нормально Ну, я меньше 15 стараюсь наделать. 12, это, блядь, это, не знаю, если я только бы за полдня, но если я позволю, то срочно уехать. Так это вместе с перетиранием совсем? Да, да. Так неплохо это так. Поэтому я тебе просто говорю, что мы просто разделим объем поровну, чтобы тебе не было там лакомы грузки или мне. Поровну просмотрим, я бы сделаю. Так, а этот, подожди, маячки ты ставишь на Ротбанд или на... Ну, это уже не незначение, что ставлю. Я бы еще на гвозди могу ставить, понимаешь? Крепить их на гвозди и проволокой заматывать. Понимаешь, тут без разницы. Хочешь на Ротбанд, хочешь на цемент, на что угодно. Здесь же дело не в этом. Просто главный срок, как бы, за свой объем ответить и все. Чистовой надо по-любому сделать, потому что малярку может не мы будем делать, а может, ты даже можешь делать. Можем мы, да. Не, ну, поэтому у меня чуть-чуть такой интерес есть в этом, если вдруг там придется и отделку делать. Так это надо будет, понимаешь, по месту приехать и поговорить, что ты его заинтересовал, ты лично. Если малярка тебе интересна, мне она не очень интересна. Потому что у меня по штукатурке еще объектов будет много, море потом. Мне интересно сделать здесь, чтобы не сидеть дома. Потом наступит мой черед, да, ну, то есть рок, там где мне по записи. Я смотрю на туда. Так а этот, твой напарник этот, он под чем делает что-то? Знаешь, ему просто позвонили. Он вообще не горит желанием. Он фасадами занимается. У него свои лица есть инструменты. Он по 10 долларов делает фасады. Поэтому внутрь штукатурка особо неинтересна. Он мне просто звонит, как бы я говорю. Слушай, мне только штукатурка, я говорю, мне уже тоже постановили. Я говорю, вот я круглая на славу. Он говорит, да. Ясно, короче. Я не знаю, завтра утром я сразу пойду, мне предложили здесь в городе посмотреть объем. Если я там… Это как у малярки, да? Ну, там малярка в основном. Короче, просто внутренняя отделка без штукатурки. Да, без штукатурки, малярка… Это как и здесь, как обычно. Ну, как и здесь, да. Поэтому смотри, если что, я же говорю, можно подписаться, сделать коттеджик. А может быть, я с утра поеду на маяк и там… Если там вдруг там ничего не получится, кто знает. Тогда можно позвонить этому. Ну, давай, смотри. В принципе, завтра я бы мог выделить время и с тобой вместе оттуда подъехать, если что. Ну, короче… Договориться с ним, допустим, на среду, на четверг какой-то. Ну, хотя бы среда-четверг вот так вот. А, начинать? Ну да, среда-четверг, то есть мы три, мы приехали, мы… Мы обсудим всё. Ты заинтересуешь его маляркой своей. Так, мы скажем, срок исполнения, допустим. Мы качество работаем, мы понятное дело. Там цена 5 долларов, да. Вы шоуровать не будем, вот наша цена 5. Готовы приступиться, даёте нам ключи. Там уже сегодня или там мы в среду можем пересечься вечером. Даёте ключи, мы с четверга начинаем. Ну, среда-четверга, у меня раньше вообще не проще, чем с четверга. Среда-четверга можно только завести инструменты, либо вообще в четверг сразу уже всё привезти и начать диалетика. Ну, короче, завтра будет понятно, я чисто позвоню тебе. Ну. Просто надо уточнить ещё моменты, там это самое, там, вода это и есть, свет и есть, там это всё, блядь. Ну, и потом же материал, он должен прийти. Ну, материал, понимаешь, за три дня на этот момент, там, вон, на телефон сел, нужно столько-то раствора, привезут, блядь, только деньги давай. Это же не вопрос. А если он просит, сколько надо материала на всё? Я могу сказать сколько. И сколько? Мне достаточно посмотреть, взять, просто, в каждой стене подвести, посмотреть это 5 минут. Я слой просто знаю, и у меня же наработки есть, я знаю, сколько надо будет. Потому что, в целом, если там дом 200 квадратов, да. Какой метр квадрат? Один мешок на почти на 2 квадрата, на 1,6, на 1,7. При слой полтора сантиметра. А, полтора сантиметра. Где-то 1,2-1,5. Но вообще, я считаю, обычно при слой сантиметр, у меня ходил куб раствора из деткового. Куб раствора, это получается вот это, тонна 300 примерно. Если перевести в тонны, то есть, куб раствора, я обычно так считал. Получается где-то тонна 300. Тонна, это получается 25 мешков. Мешок 25 килограмм. 40 мешков, это тонна. Тонна 25 мешков? Ну, нафиг. 40 мешков, говорю. Мешок 25 килограмм, говорю. 25 килограмм, а в тонне 40 мешков. Ну, тогда. Ну. Поэтому, ну, как бы вот. Если, допустим, если что, если устроить срок месяц, допустим, да, или даже чуть больше. В принципе, ну, если ты, допустим, откажешься, то я могу и один как бы сделать. Ну. А если что, можно и двоём туда. Двоём просто быстрее будет. И, понимаешь, один он подумает как-то, ну, что-то странно. Как-то один, понимаешь, как-то, ну. Я думаю, что люди плюют больше, там, взрывают вдвоём-троём. Бригада, она как бы слажена. Ну, быстрее сделают. Ну, сам же понимаю. А тебе не кажется, что он ещё подыскивает подешевле. Плюс ещё. Это меня уже интересует. Если он скажет, я нашёл дешевле и всё поскоро будет. Не, не про это. Плюс ещё ему нужна, к примеру, какая-то гарантия. Ты не думал никогда про это? Гарантию? Я столько работал, моя гарантия вот. Хорошо. Гарантии никакой такой нет. Я могу дать. Я всегда, ну, как бы, понимаешь, у меня ИП нет. Люди мне всегда звонили, меня ИП никого не спрашивают. Я говорю, вот моя работа. Пришли, правило, взяли руки. Простучали все стены, визуально посмотрели, затёрто красиво всё. Какая гарантия? Могу вам дать гарантию, сколько хотите, на 5 лет могу дать. Сколько у нас же штукатуры в коттедже, никто никогда не позвонил и не пожаловался. Никогда. Бывают только косяки, где-то можно, допустим, вот как здесь, допустим, не учёл чего-то, а где-то угла может не хватить, потому что маяк усох, где-то надаю и всё. То есть вот в этом случае надо просто проверять более чётко сейчас. Всё. А так вот по плоскости, по этому, чё они, чё, какое качество. А ты мне чё-то чтоб не отвалилось на месте. Нет, так оно не отвалится. Просто есть такие люди, которые, ага, у него есть там 10 человек, у двоих есть гарантия, а у восьмерих нет гарантии. И он подумает, ага. Подожди, если он захочет договор подряд и заключать, он туда придёт. Ну, я про то и тебе говорю. А так гарантия же не отвалится, конечно. Понимаешь, но он же тебе звонит не как строительные фирмы, понимаешь, он тебе звонит через онлайнер. Какой нафиг онлайнер дают? Другое дело, по сайту позвонить, там гарантию по любому же дают, там договор подряд. Ну, там никто 5 долларов тебе не будет штукатурить. Там минимум 6-7. До 9 долларов. Конечно. Нет, я не по фирме, а по сайту. По сайту. По сайту. По сайту. Фирмы штукатурят от 9 долларов. Просто они возьмут за амортизацию, за все привезти, за все. Они придут, что они приедут, посмотрят, составить нету. За это еще деньги возьмут. Они еще вперед возьмут 50% сразу. 50% может нет, процентов 30 можно за это. Это можно. Поэтому это самое, это все понятно. Но гарантию, в принципе, я готов на свою работу подписаться. Если ты будешь заключать договор, я могу дать гарантию. Ну, то есть, заместивную расписку потребуют какую-нибудь. То есть, я могу, ну, ты напишешь, я поставлю свою роспись, ну, да, паспорт, на данный свои оставлю и все такое. Мне, как бы, не сложно задать. Но если будет какая-то подстава, я же это выясню. Понимаешь, просто подстава будет, ну, то есть, его стороны подстава. Есть такие, которые, ну, сделают работу, а они захотят, понимаешь, чтобы, ну, дело в суде выгнать твою работу какую-нибудь, там, за пэцкую трезвию. Ну, понимаешь, это глупо, но зачем такое сделать? Ну, это редко случается. Да, это редко случай, и это глупо как-то, ну. Поэтому я готов подписаться на любую гарантию. Я как бы, ну, я знаю свою работу, я ни за что не волнуюсь, ну, не переживаю вообще. Уже не первый год. Ну, наверное, вариант такой. Я просто завтра поеду, мне позвонил человек по малярге, по всему этому. Я поеду, посмотрю. Это, там, тоже не факт, что я договорюсь, но подъехать стоит. И там будет ясно. Угу. И если уже там не получится, то, значит, дома. Угу. Ну, в любом случае ты должен ему позвонить. Лучше позвони ему, скажи, что я приеду или не приеду. Тогда я буду, если что, я захватываться. Угу. Вот. Если ты так же что, допустим, то, может быть, напарник мой точно не пойдет. Он просто, как бы, мне позвонил, сказал, что есть такое дело. Я говорю, у меня уже позвонил тоже. Угу. Ну, лайнер, я же уже периодически, ну, в моем обуви не поместил. А как ты на онлайнере у тебя там... Я регистрируюсь в барахолке. Вахансе, раздел барахолка еще работал. Я понимаю. А как тебя найти там? А ты мне не найдешь там? А, не найду? Ну, если только будешь страницы все листать. Не, по нику найти. Как это? А, я без ника. А, без ника. Я просто пишу штукатур, маляр и все. А, ничего себе. Там ника у меня нет никакого. На автонаменте все давно. Ну, на онлайнере у тебя есть регистрация? На онлайнере? Да. Ну, я же проходил когда-то очень давно. Это мое просто старое. А, это не мое. А, это не мое. Это не мое. Это я через компьютер другого моего соседа. Ну, просто онлайн у них главное условие. Если ты регистрируешься, то придумать себе логотип у них. Да. У них, посмотри, у них называется этот самый, Джон Вайбер. А, Джон Вайбер. Джон Вайбер. Вайбер. Вот. И вот он. Это я сейчас вспомнил. Я регистрировался где-то еще год назад через его компьютер. Мы проходили и на мой телефон настали объявления. Мое мнение, короче, звучит так. Штукатурка, малярка, гипсокартон, плитка. Больше ничего. Так, а как ты находил раньше рекламку? Вот, когда... До кризиса еще. Ну, в смысле, работу. В прошлом году мне просто позвонили знакомые. Говорят, вот есть работа, звони человеку. А этот человек, он занимается просто, понимаешь. Он не успевает, у него очень много штукатурки. Он с технику лет, легко палубку делает, крыши делает. Штукатурку просто не успевает и не любит. Поэтому мне скинулся. Как бы, я ничего не искал, никаких онлайнер. Ведь онлайнер не мертвый, в основном. Не ленись! Подпишись-ка на канал! Чтоб потом не лазил и мой ролик не искал! Лайк поставь! Не ленись! Не ленись! Не ленись! Не ленись! Онлайнер не мертвого словhapeя Costcoстей Cel extraterrestaurит и世経 Enf persistен». Центр Frederlaim ко мне квалитикальныйAPPLAUSE Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова